Поэтому мы и должны предпочитать и занятия, в которых не настоит необходимой надобности. И все апостолы, уча об этом различии, народ, желавший им их привлечь к служению, говорили, «Не угодно, чтобы мы, остававши Слово Божие, пеклись о столах. Выберите среди себя мужей добрых, засвидетельствованных». Чему же из всего научаемся? Потому что людям, которые не могут пребывать в молитве, хорошо находиться в служении, чтобы нам не лишиться того и другого, и тем, которые могут лучше, не неродеть, а лучшим. Начнем дело молитвы и, преуспевая постепенно, найдем, что не только надежда на Бога, но и твердая вера, и нелицемерная любовь, и незлопамятность, и любовь к братьям, и воздержание и терпение, и ведение внутреннейшее, и избавление от искушения, благодатное дарование, сердечное исповедание и усердные слезы, через молитву подаются верным. И не только это, высшесчисленное, но и терпение приключающихся скорби, и чистая любовь к ближнему, и познание духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие Духа Святого, и подаяние духовных сокровищ, и все, что Бог обетовал, дать верным здесь и в будущем веке. Все это получают они через молитву. И одним словом, невозможно иначе восстановить себе образ Божий, как только благодатью Божией и верою, если человек с великим сверенномудрием пребывает умом в неразвлеченной молитве. 52. Есть три вида благочестия. Первый, чтобы не согрешить. Второй, согрешивший, переносить приключающиеся скорби. 53. Третий же вида стоит в том, чтобы, если не переносить скорби, плакать о недостатке терпения. 54. Ибо неисправленное здесь приличными средствами примирения с Богом по необходимости, навлекает на нас самошний суть. 55. Разве только Бог увидит нас плачущих, усмирившихся, как сам Он ведает, и сильные Свои благодати, и сгладит греки наши. 55. О, как вкратчиво и как незаметно страсть человека угодия! 56. Она обладает и мудрыми. 57. Ибо действия прочих страстей легко бывает видны, исполняя Симона, и потому приводит одержимость, ими к плаче, усмиренно-мудрее. 58. А человека угодия прикрывается словами и видами благочестия. 59. Так что людям, которых оно обольщает, трудно рассмотреть его видоизменения. 59. Слушай, как Писание порицает человека угодия. 60. Во-первых, пророк Давид говорит, Бог рассыпал кости человекоугодников. 60. И апостол говорит, не перед очами только работай, как человекоугодники. 61. Ищу. Или ищу, чтобы угождать человеком. Если бы угождал человеком, то и до ныне не был бы рабом Христовым. 61. И много такого найдешь ты в Божественном Писании, если прочтешь его. 61. Какие виды изменений человек угодия? 62. Мать этих видоизменений, и первая из них есть неверие. 63. А за ним, как порождение его, следует зависть, ненависть, лесть, ревность, ссоры, лицемерие, лицеприятие, служение лишь перед глазами, оклеветание, ложь. 63. Вид ложного благоговения, а не истинного. 64. И подобные сим. И неудобо замечаемые и темные страсти. 64. На хуже всего то, что некоторые восхваляют все эти искусными словами все, как доброе, и вред, заключающийся в них, прикрывает. 65. Если хочешь, то я обнаружу отчасти и коварство их. 66. Коварный человекоугодник, советуя одному, строит поздний другому. 67. Хваля одного, порицает другого. 68. Уча ближнего, хвалит себя. 69. Принимает участие в судении для того, чтобы судить по справедливости, но чтобы отомстить врагу. 69. Обличает с ласканием, пока, укоряя врага своего, не будет принят им. 69. Клевещик, не называя имени, чтобы прикрыть свое оклеветание. 69. Убеждает нестяжательных, чтобы они сказали, в чем имеют нужду, как бы желая подать им это. 70. А когда они скажут, разглашают о них, как о простящих. 71. Перед неопытными хвалится, а перед опытными смиренно словит, уловляя похвалу от тех и от других. 71. Когда хвалят добродетельных, негодует. 72. И, начиная другой рассказ, устраняет похвалу. 72. Осуждает правителей, когда они отсутствуют, а когда присутствуют, хвалит их в глазах. 73. Издевается над смиренно мудрыми и подсматривает за учителями, чтобы укорить их. 73. Унижает простоту, чтобы выкатать себя премудрым. 74. Добродетели всех ближних оставляет без внимания, а проступки их сохраняет в памяти. 74. И, кратко сказать, всячески уловляет время и раболепствует лицам, невольно обнаруживая многообразную страсть человеку в годе. 75. Покушается скрыть свои злые дела вопрошением о чужих. 76. Истинные же иноки не так поступают. 76. Но, напротив, по чувству милосердия оставляют без внимания чужие злые дела. 77. А свои явно показывают перед Богом, потому и охуждают их люди, не знающие их намерения. 77. Ибо они не столько стараются угождать людям, сколько Богу. 78. Итак, иногда благоугождая Ему, иногда уничижая себя, и за то, и за другое ожидают награды от Господа, 79. Который сказал, возносящий себя смирится, смиряющий же себя возвышен будет. 79. Из случающегося с нами печального ничего не постигнет нас несправедливо, но все бывает по праведному суду Божию. 80. Иные терпят за свои злые дела, а иные – за ближнего. 81. Вот и три отрока, будучи ввержены в печь, учат нас этому образу мысли, говоря, что они ввержены по своей вине и по повелению Божьей, хотя и приняли на себя в это время лицо других. 81. И святой Давид, будучи оскорбляем семеем, исповедал, что он по своей вине и по повелению Божьей подвергся оскорблению. 81. И блаженный Давид объясняет и говорит в Салме. «О, Змей, Господи, суды правды Твоей, и воистину смирил меня». 82. И еще. «Поношение безумному отдал меня Иси, а не мел, и не отвергай уст моих, ибо Ты сотворил это». 57. Укоряющего нас будем принимать как Богом посланного обличителя сокровенных в нас злых мыслей, 58. Чтобы мы с точностью, рассмотрев наши мысли, исправили себя. 58. Хотя мы не знаем многого, кроющегося в нас злого, ибо только совершенному мужу свойственно помнить все свои недостатки. 59. Если явные недостатки наши не так удобно бывают нами замечаемы, то тем более помышления. 60. А мы, не зная большей части кроющегося в нас зла, смущаемся постигающими нас скорбями. 61. Познаем же, как разумные, что Господь для пользы нашей попускает на нас скорби и делает нам через то много добра. 61. Во-первых, через это обнаруживается тайна владеющей нами злые мысли, но обнаружение же их Господь подает нам, и смиренно мудрее и истинное, и непритворное. 62. Потом дарует нам и избавление от суетного возношения, и совершенное открытие всякого стоящегося в нас зла. 63. Достоверно знайте, что если мы не переносим постигающих нас скорбей с верой и благодарением, то не можем понять, познать крытого в нас зла. 64. Если же явно не познаем его, то ни настоящих злых помыслов не можем отвергнуть, ни ощущения от прежних зол взыскать, 64. Не относительно будущего, не можем получить твердой уверенности. 65. Постигающие нас скорби и обличения, по-видимому, не бывают подобны нашим винам. 65. Но в духовном отношении сохраняют всю правду. 66. Это мы можем познать из Священного Писания. 66. Разве те, которые погибли под разрушившейся башней Силамской, обрушивали на других башнях? 66. Или пленники, отведенные на покаяние в Вавилон на 70 лет, брали в плен других на покаяние? 66. Не таковы наказательные случаи. 67. Но как воины, если они будут обличены в каком-нибудь преступлении, подвергаются наказанию биения, 67. Но не то самое зло терпят, какое сделали. 67. Так и все мы бываем наказываемы, постигающими нас скорбями, своевременно и прилично к покаянию. 68. Но не подобообразно, не в то же время и не теми же вещами. 69. Это, то есть, отсрочка времени и не сходство постигающих нас скорбей с нашими винами и приводит многих в неверие правде Божией. 69. Вина всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть помыслы каждого из нас. 69. Мог бы я сказать, что и слова, и дела, но так как они не происходят прежде мыслей, потому я приписываю все помыслам. 69. Помысл предшествует, а потом слова и дела образуются между нами и ближними нашими. 69. Общение через это. 70. Общение же бывает двух родов. 71. Одно происходит от злобы, а другое от любви. 71. Через общение мы воспринимаем друг друга, даже и тех, кого не знаем. 71. А за принятием на себя ближнего необходимо следует скорби, как говорит Божественное Писание. 71. Поручающийся за своего друга, врагу предает руку свою. 71. Так каждый терпит постигающие его не за себя только, но и за ближнего. 72. В том, в чем он принял его на себя. 72. Принятие на себя ближнего, происходящее от злобы, бывает невольное. 73. И случается так, лишающий чего-либо ближнего своего, хотя и не желает, принимает на себя искушение лишаемого. 74. Та же клевещущий искушение оклеветанного им, лихоинствующий лихоинствуемого, утомляющий утомляемого им, 75. Оговаривающий оговариваемого, презирающий презираемого. 75. Алгуси принимает на себя искушение того, кого он оболгал. 76. И чтобы не пересеснять всего по рознице, скажу кратко. 76. Всякий, обижающий близнего, соразмерно с обидою, принимает на себя искушение обижаемого им. 77. Об этом свидетельствует Божественное Писание. 77. Говоря, роющий яму, ближнему своему, впадет в нее, и бросающий камень, он упадет на него. 78. Та же в недра входит все неправедным, возвращается. От Господа же все праведным. 79. Притча 16.33, 26-27. 81. Или неправеден Бог, воздающий им гневом, и не только на вразумляемых скорбями, но и на тех, которые безрассудно восстают против этих скорбей. 81. Принятие на себя ближнего по любви есть то, которое всячески предал нам Господь Иисус. 81. Прежде исцеляя немощи наши душевные, потом исцеляя всякий недуг и всякую болезнь, беря грех мира, обновляя твердо верующих к нему и соделывая чистым всех естество, даруя им избавление от смерти, завещав богопочитание, благочестие уча, показывая, что мы должны ради любви злострадать до смерти. 82. К тому же даровал нам и терпение, причастие духа и будущее благо, которых ока не видела, уха не слышала и на сердце к человеку не приходило. 83. Потому принимает искушение за нас, терпит поношение, поругание, связание, бывает предан, бит полонитом, напоен уксусом и желчью, пригваждаем гвоздями, распинаем, прободен копьем. 84. Так, соединившись с нами плоти и духом и восприняв за нас страдания, он предал потом этот закон и святым апостолам, и ученикам, пророкам, отцам, патриархам, одних прежде научив святым духом, а другим показал топ-то чистым телом своим. 85. Являя это принятие на себя, он говорил, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. 86. Потому и святой Павел, подражая Господу, говорил, ныне радуй страданиях моих о вас, что восполняй недостаток скорбей Христов в плоти моей за тело его, которое есть в церковь, гадательно указывая на принятие по любви. 86. Хочешь ли яснее узнать, как все апостолы и мыслью, словом, делом вступили в общение с нами и через это общение понесли за нас искушение? 87. А они делали это мыслью, предлагая нам Писание, приводя в пророчество, увещевая нас веровать Христу, как Избавителю, удостоверяя нас, что мы должны служить Ему, как Сыну Божию, по естеству. 88. Моляясь за нас, проливая слезы и делая все, что можно сделать верным мыслью, словами, прося нас, угрожая нам, уча, обличая, укоряя нас в маловерии, порисая наше невежество, объясняя Писание, обнаруживая время, исповедуя Христа и проповедуя, что он растет за нас, утверждая, что в очеловечившееся Слово есть единое, а не два. 88. Хотя и разумеем его состоящими из двух естеств, соединяемых нераздельно и неклеянно, во всяком времени, вместе и деле отсекая зловерие, не соглашаясь с ложью, не беседуясь с хвалящимися по плоти, 89. Счастливым не пребывая, не боясь гордого, уничтожая лукавого, принимая смиренных, усвояя в себе благочестивых и научая нас делать то же самое. 89. Делами же, будучи гонимы, поругаемы, лишаемы, оскорбляемы, ввергаемы в темницу, убиваемы, и подобное сему, пострадав за нас, так, вступив с нами в общение, приняли они и наше искушение. 90. Ибо говорят, если скорбим, то для вашего спасения, если утешаемся, то для вашего утешения. 91. Наставление Святого Марка Подвижника о духовной жизни. Кассета 3. Пункт 68. Пост как приносит пользу тем, которые разумно к нему приступают, так и вредит неразумно его начинающим. 91. Поэтому заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда его, то есть тщеславие, и хлеб, который вкушаем по окончании назначенного себе поста, должны мы разделять на дни невкушения пищи. 92. Чтобы, вкушая ежедневно по малой части, мы могли покорить мудрование своей плоти и иметь сердце твердым в полезнейшей молитве, дабы таким образом силой Божией ее, будь сохраненной от возношения, мы имели попечение все дни жизни нашей пребывать в смиренномудрии, без которого никто никогда не может благоугодить Богу. 93. Если бы мы старались о смиренномудрии, то не было бы нужды в наказании нас, ибо все злое и скорбное, случающееся с нами, приключается нам за возношение наше. 94. Если на апостола, чтобы он не превозносился, попущен был ангел сатаны, чтобы творить ему пакости, тем более на нас, когда превознесемся, сам сатана попущен будет попирать нас, пока мы не смиримся. 95. Правоцы наши владели домами, имели богатство, имели жен, заботились о детях, и вместе с тем, по причине своего ненасытимого смиренно-мудрия, беседовали с Богом. 96. А мы удалились от мира, презрели богатство, оставили домы и, думая, что пребываем с Богом, бываем поругами бесами за возношение наше. 97. Превозносящийся не знает себя самого, ибо если бы он видел свое безумие и немость, то не превозносился бы. 98. А не знающий себя, как может познать Бога? 99. Если он не мог познать своего безумия, в котором пребывает, то как может познать премудрость Божию, от которой он далек и которой чужд? 99. Знающий Бога созерцает величие его и, укоряя себя, говорит, подобно блаженному Иову. 99. Даже до слуха слухом услышала тебе вначале, а ныне око мое видела тебя, поэтому укорив себя сам и истаях, и думая себе, земля и пепел. 42. Итак, подражающий Иов узнает его. 47. Посему, если и мы возжелаем видеть Бога, будем укорять себя и смиренно мудрствовать, чтобы нам не только видеть его перед собой, но, имея его живущим и почивающим в нас, наслаждаться им. 48. Ибо таким образом безумие наше его премудростью упремудрится, и немость нашей его силой укрепится в Господе нашем Иисусе Христе. 49. Хорошее дело пост, бдение, страническая жизнь. Однако это только труды наружной, благой жизни. 50. Но чин христиан есть более внутренний, нежели эти телесные добродетели. 51. И никто не должен только на них надеяться. Ибо случается с некоторыми, что они бывают причастны к благодати. 52. И злоба вражия, укрывающаяся еще внутри, строит ковы, добровольно уступает им и не действует, но заставляет человека думать, что ум его очистился, и вводит потом человека в самомнение, что он совершенный христианин. 53. И потом, когда человек не думает внимать себе, предполагая, что он свободен и делается беспечным, тогда злоба нападает на него разбойническим образом, втайне делая засаду и искушает его. 54. И не сводит приисподней земли. 55. Ибо если разбойники или воины, будучи люди с двадцати лет, умеют неприятелям строить ковы, делают засады, подстерегают врагов и нападают на них с тылу, и окружают их со всех сторон и избивают, тем более все это умеет делать злоба, которая живет столько тысяч лет, и дело, которое состоит в том, как бы погублять души. 55. Умеет она делать тайную засаду в сердце и в некоторые времена не действовать, чтобы ввести душу в самомнение о своем совершенстве. 56. Основание христианства есть такое, чтобы человек, сколько бы дел правды не совершал, не успокаивался на них и не почитал бы себя за нечто великое, но был бы нищ духом. 57. Если сделаться причастником благодати, чтобы он не подумал, что достигнул чего-либо, и чтобы не возомнило себе, что он великий человек, и чтобы не начинал учить, и проводя добрую жизнь в великом пощении, страниществе и молитве, и быть причастником благодати, невысоко думал о душе своей. 58. Но поистине, такое начало благодати было ему тогда в особенности ради того, чтобы он нес труд, алжбу и жажду, чтобы он не был насыщен в своем стремлении и не почитал себя праведным и богатым в благодати, но чтобы рыдал и плацал, как плачет мать, которая имела одинородного сына, который, когда она воспитала его, неожиданно умер. 59. Кто исполняет закон во внешней жизни и поведении, тот свободен только от одних последствий – злонравия, заколая в жертву Богу неразумное действие страстей. И таково для спасения довольствуется этим образом действий по причине духовного младенчества. 60. Истинно возлюбивший и евангельскую жизнь, истребил и начало и конец своего злонравия, и делом, и словом проходит всякую добродетель, принося жертву хваления и исповедания, избавившись от всякого беспокойства, происходящего от действия страстей, и будучи в уме свободен от борений и сонами, имеет только в надежде будущих благ ненасытное наслаждение, питающее душу. 61. Страх гиены поощряет начинающих, подвиг добродетельный, избегать злонравия. 62. Желание же воздаяния благ подает преуспевающим усердие к совершению благого, а таинство любви возвышает ум превыше всего сотворенного, соделывая его слепым ко всему, что после Бога. 63. Ибо одних тех, которые ко всему, что после Бога, сделались слепыми, Господь умудряет, показывая им божественнейшее. 64. Царствие небесное, подобно закваске, которую женщина, взявшую, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. 64. Этим означается то, что ум, восприняв в себя Слово Господне, скрыл его в трехсоставном существе, то есть по апостолу тела, духа и души, и всю тонкость их помысла, как многообразно рассыпанную муку, собрал в одну закваску веры, ожидая по всему уподобиться действующему в нем Слову. 65. Таким же образом Господь уподобил Слово истинный зерну горчичному, которое, будучи малым, когда всевается в сердце слышащих, но возрастая, потом сообразным деланием, подобно превеликому древу, стоящему на возвышенном месте, бывает по Писанию «В дом прибежище для приближающихся мыслей» 75. 65. Духовный закон – суть заповеди Христовы, из которых первая и величайшая есть любовь. Она не мыслит зла, но все любит, всему веру имеет, всего уповает, всего терпит, по слову Писания. 66. Этой любовью различаемся мы один от другого. На полноты ее достоинства никто из нас не достигает, а ожидает, что благодать Христова восполнит наши недостатки, если только мы не вознеродим, а делание по силе нашей. 66. Ибо Бог знает, сколько мы не можем сделать по немощи, и сколько не исполняем дела любви по неродению. 67. Но так как любовь укрепляется не только произвольными трудами, но и случающимися скорбями, посему то много нужно нам терпения и кротости при содействии помощи Божией. 67. Божественный апостол говорит «Хотящий быть мудрым веки всем, да будет безумным». 68. В земля халдейская есть житие в страстях, в котором созидаются и получают поклонение идолы, грехов. 69. В Месопотамии же есть житие, которое приобщается обоим противникам, противным нравам. 69. А земля обетования есть состояние, исполненное всякого блага. 70. Итак, всякий, кто подобно ветхому Израилю возвращается к ветхому своему навыку, опять не извлекается к рабству страстей, лишаясь данной свободы. 71. Кто доблестно победил страсти телесные и довольно подвязался против лукавых духов и изгнал их умышлений из стороны души своей, 71. Тот должен молиться, чтобы ему дано было чистое сердце и чтобы дух правый обновлялся в утробе его, 72. То есть, чтобы он совершенно избавился от злых помыслов и по дару благодати исполниться божественных мыслей. 71. И таким образом создался мысленным миром Божиим, светлым и великим, состоящим из нравственных, естественных и богословских созерцаний. 72. Сердце чистое есть то, которое представило Богу память, совершенно безвидную, чистую от впечатлений, и не имеющее образов, и готово принять одни напечатления Божии, от которых оно обыкновенно делается светлым. 73. Кто божественным желанием победил душевное расположение к телу, тот делался неограниченным, хотя оно находится в теле. 74. Ибо Бог, привлекающий вожделение желающего, без сравнения превыше есть всего, и не попускает желающему привязать вожделение свое к чему-либо из того, что после Бога. 75. Итак, да возжелаем Бога всей крепостью вожделения нашего, и сделаем, чтобы наше свободное избрание не было одержимо ничем телесным, и поставим себя расположением душевным поистине, превыше всех чувственных и мысленных вещей. 76. И тогда мы волею не примем никакого вреда от естественной жизни относительно того, чтобы быть с Богом, не описанным по естеству. 76. Великий Моисей, поставив скинье свою вне полка, то есть утвердив мысль и ум вне видимого, начинает поклоняться Богу. 77. И вшедший во мрак, исход 20.21, в невидимое и невещественное место ведения, там пребывает посвященный священнейшие тайны. 78. Пока умом совершенно не выйдем из обычного прилепления к существу нас самих и ко всему, что после Бога, мы не приобретаем неизменности в добродетели. 79. Когда же любовью достигнем этого достоинства, тогда познаем силу Божьей обетования, ибо достойные должны веровать, что там непоколебимое утверждение, где сперва ум любовью утвердит свою силу. 80. Ибо не исчедший из себя, из всего, что возможно помыслить, и не установив себя в молчании, которое превыше мышления, ум не может быть свободен от изменяемости, свойственной всему. 82. Сидящая страха ради иудейского Галилея в горнице, при затворенных дверях, то есть по страху от духов злобы, безопасно живущая во стране откровения, на высоте божественных озерцаний, затворив чувства, как двери. 83. Принимает приходящее неведомым образом Божие Слово, которое является им бесчувственного действия и возвещением мира, дарует им бесстрастие, а одуновением разделение Духа Святого. 84. И подает власть на лукавых духов, показывает им знамения своих тайн. 85. Проводящий евангельский шестой день, умертвив предварительно первые движения греха, добродетелями достигает состояние бесстрастия, чистой от всякого зла, субботствуя умом даже от самого тонкого представления страстей воображения. 85. А пришедший Иордан, Бытие 32, 20, переносится в страну ведения, в котором ум, таинственно созидаемый миром, бывает в Духе Божьем жилищем. 86. Суббота-суббот есть душевный покой разумной души, Левитам 16, 31, которая, отвлекая ум даже от всех божественных словес, сокровенно заключенных в существах сотворенных, 87. В восторге любви всесцела облекла его в единого Бога, и таинственным богословием соделала ум совершенно неотделимым от Бога. 87. Двести глав о духовном законе. 88. Поскольку многократно изъявляли вы желание знать, как по апостолу закон духовный, и каков строй ума, и какова деятельность у тех, которые стараются соблюдать его, то скажем об этом по силе нашей. 88. Во-первых, Бог, как ведомо нам, есть начало, середина и конец всякого добра. 89. Добро же не в действии прийти, неуверенно быть иначе не может, как во Христе и Иисусе и в Духе Святом. 89. Всякое благо даровано нам от Господа смотрительно, с особым намерением. Кто так верует, тот не погубит его. 90. Твердая вера есть крепкая башня. Для верующего Христос есть все. 90. Да начальствует над всяким начинанием твоим, начальствующий над всяким благом, чтобы по Богу было начинание твое. 91. Смиренно мудрый и духовно действующий, читая Божественное Писание, все к себе будет относить, а не к другому. 91. Призывай Бога, чтобы Он отверг в очи сердца твоего, и ты увидел пользу молитвы и чтения опытно уразумеваемого. 92. Имеющий какое-либо дарование духовное и состраждущий неимущим, этим состраданием хранит свой дар, а кичливый потеряет его, бием, будучи помыслами течения. 93. Уста смиренно мудрого говорят истину, а противоречащий ей подобен слуге, ударившему Господа в ланиту. 94. Не будь учеником самохвала, чтобы вместо смиренно мудрой не научиться гордости. 95. Не возносись познаниями из Писания, заимствованными, чтобы не впасть умом в дух хулы. 96. Не покушайся разрешить дело темное и запутанное посредством любопрения, но тем, чем повелевает духовный закон, терпением, молитвой и непоколебимой надеждой. 96. Молящийся телесный и не имеющийся духовного разума подобен слепцу, который взывал, говоря «Сын Давидов, помилуй меня». 97. Этот же, прежде слепой, когда прозрел и видел Господа, уже не называл его сыном Давидовым, но исповедовал его сыном Божиим и поклонился ему. 98. Не возносись, проливая слезы в молитве твоей, ибо это Христос коснулся отчества их, и ты прозрел умственно. 99. Только сбросивший по примеру слепого одежду свою и приблизившийся к Господу, становится истинным последователем его и проповедником совершеннейших догматов. 99. Зло, грех в помыслах, обращаемое сослаждением, огрубляет сердце, окаменяет, а воздержание с надеждой, истребляя зло, умягчает сердце, стирает в порошок. 99. Бдение, молитва и терпение находящих неприятностей – суть сокрушения, не одни раны носящие, но полезное для сердца, только если не пресечем их любоиманием. 99. Пребывающий в них и, впрочем, стомоществуем будет, то есть ему будет помощь, а не родящий об них и растекающий их, отделяющий одно от другого, во время исхода нестерпимо страдать будет. 99. Тогда хватится, что дурно делал, не родя. 99. Железные врата, вводящие в город, Деяние 12.10, есть сердце жестокое, злостраждущему и сокрушенному они сами по себе откроются, как и Петру. 99. Много есть образов молитвы, один от другого отличный. 99. Впрочем, ни один образ молитвы не бывает вреден, кроме того, что не есть молитва, но дело не сатанинское. 99. Один человек, намереваясь сделать зло, прежде помолился умом по обыкновению, и, будучи промыслительно недопустим до зла, после много благодарил за то. 99. Многое. 99. Многое. 99. Многое. 99. Многое. 99. Многое.